МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второй половине 19 века американская армия после истребительных походов против индейских племен стала полновластным хозяином обширных прерий. Американцы изгоняли индейцев с исконных земель и заставляли их жить в резервациях под вечным надзором. Грабители в синих мундирах особенно посягали на табуны лошадей мирных индейцев. Земли каньонов и склоны скалистых гор принадлежали племени проколотые носы. Табуны этого племени тоже подвергались грабежам конокрадов в военной форме. Синие мундиры! Они угоняют наших лошадей! Что случилось? Что случилось? Койоты! Койоты угоняют лошадей! Койоты! Идеи-катрия! Надо переходить к табун! Не оружие! Не старай взятых к койотам! Проучить! Койоты! Койоты угоняют табун! Может быть, это все, что у нас есть! Да и все, безполезно! Они должны ждать, когда они нападут на нас! Да это не должны уйти живыми! Тихо! Тихо! Приветствую тебя, вождь племени! У меня приказ! Конокрад мне приказывает? Читайте, сержант. Послание вождю племени проколотые носы. Приказываю. Твое племя должно переселиться в резервацию у Белого озера. А табун немедленно доставлен в форт Лепбей. Я не подчинюсь этому приказу. Мы свободные люди. Это земля наших предков. И мы не уйдем. Здесь жили наши отцы. И отцы наших отцов. Вы нарушаете договор доверия. Вождь. Я говорю с тобой еще как друг. Между нами должен быть мир. Но ваши соседи, каюсы, нападают на наши отряды и убивают солдат. Сержант Андерсон, позаботьтесь, чтобы здесь было тихо. Вы стреляли, Рэндалл. Не можете без этого? Ха-ха-ха. Он целился в полковника Ховарда. А мог застрелить и вас. Замолчите. Марш в седло, Рэндалл. Я не вижу белое перо. Где ваш младший вождь? Белое перо. Уже две луны охотятся на медведя. Так. Уже две луны охотятся на медведя. 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 У нас только один выход. Надо уходить в Канаду, как это сделали другие племена. Разве это выход? Три похода по десять дней. С женщинами, детьми и стариками, без лошадей. Лошадей мы вернем. Как? Неужели мы пойдем к койотам и будем просить? Отдайте наших лошадей! Наше счастье, что полковник остался жив. Американцы только и ждут, чтобы мы первыми напали. Наши отцы учили нас жить в мире и согласии со всеми соседями. Уберите оружие. Ни одного выстрела. Вы думаете, эти койоты, американцы, будут сидеть сложа руки? Они не вернут наш табун. Без боя не обойтись. Лошади наша жизнь. Без них нам придется отправиться в резервацию. А там мы умрем с голоду. Правильно. Мы не должны поднимать оружие. Нет. Ни один американец не должен погибнуть от нашей руки. Ты хочешь один вернуть табун? Возьми нас с собой. Вы нужны здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, сержант Извините, доброе утро, сержант Доброе утро, сержант Их пули сюда не достанутся Это предупреждение Чтобы не вступали на их землю Прекратите огонь Сержант Да, сэр Журнал боевых действий Дата Время Отбита массированная Атака каюсов Раненые Один офицер Два солдата Это будет отличным сообщением для Вашингтона Постоянное нападение каюсов Почему медлит армия? У нас мало боеприпасов Отряда продолжать преследовать каюсов С табуном остаются Майор Беннингем Сержант Андерсон И четыре солдата Рандал Есть, сэр Фикс Сэр Мак Коин Да, сэр Хантер Да, сэр Как? Всего пять человек на огромный табун? Сержант Да, сэр Дайте команду по коням Есть, сэр Джордж Я не могу иначе Постарайся справиться Вилли Подожди несколько дней Надо перегнать табун в форт Каюс и потом Для меня это благоприятный момент Джордж Генерал Гибер уже в пути Неужели я должен делиться с ним Своим успехом? Через два дня я вернусь Лейтенант Брукс Да, сэр Вы тоже останетесь с табуном Держитесь сержанта Андерсона Он в этом деле разбирается Слушаюсь, сэр Ну конечно Когда отдается такой безумный приказ Полковник Ховард сразу вспоминает меня Останьтесь с табуном, Рэндалл Слушай, Чарли, давай немного отдохнем Неизвестно, что нас ожидает Да ну его Тихо Ты умеешь считать до девятисот, Хантер? Что ты сказал? Умеешь ли ты считать до девятисот? До... До девятисот До девятисот? Да Три раза в день сосчитать лошадей Начнешь с единицы И так далее, и так далее Полковник вернется через три дня? Ну хорошо Будем ждать его здесь Что-нибудь придумаем Устроим ему триумфальную встречу Сэр Разрешите сказать Табун нельзя задерживать здесь Что это значит, сержант? Сержант разбирается в индейских лошадях Эти четыре тысячи копыт В любой момент пожелают отправиться домой И тогда их ничто не удержит Сержант Если табун понесется, подожжете траву Исполняйте Поджечь траву? Но здесь одняка Разве что с помощью пороха Что же вы стоите, сержант? Выполняйте Хантер, порох из фургона За мной Лови Ну давай, черт побери Чтоб не было никаких недоразумений, лейтенант Приказываю здесь я Пока вы будете отдавать приказы Табун разбежится Не возлагайте Больших надежд на поджог травы Отжигайте Вперед Вперед, ребята Гоните табун Больших надежд на поджог травы Больших надежд на поджог травы Субтитры сделал DimaTorzok Хантер! Да, сэр! Достаньте свежей воды, чтобы выпить, наконец, хорошего кофе. Будет сделано. Я думаю, майор тоже присоединится к нам. Бегу. Отлично, Андерсон. Пока не разошелся дым, каюсы не рискнут напасть, но потом. Мы погоним табун к форту Лепвей. Это только ваше предложение, лейтенант. А приказ будет таков. Ждать полковника здесь. Без табуна? И доложить полковнику, что табун вернулся к своим хозяевам? Если сегодня мы не уйдем с табуном, лошади завтра вернутся обратно. Нам надо торопиться. Да, с пятью солдатами мы не сможем удержать табун. Если вы хотите что-то доложить, сержант, то обращайтесь ко мне. Я именно тот человек. Вам понятно? Да, сэр. Продолжение следует... Эй, ты! Вставай! Быстро встать! Убери эту проклятую рыбу! Ну, вставай быстро и не вздумай сопротивляться. Буду стрелять. Сейчас я тебя освежу. Ты мой пленник. Ясно? Эй! Смотрите! Он жарил рыбу! Рыбу жарил, говорю! Индиец и вдруг жарит рыбу! Застал врасплох! Взял в плен и связал! Ты его связал? Ты не из племени, Каюсов! Подойди сюда! Я воин племени Уматилла! А, тогда что ты делаешь здесь, на земле Каюсов? У нас много сильных воинов, но мало женщин. Парень ищет себе невесту. Ты знаешь семью Каюсов? Я знаю здесь все. Эти леса и горы. И Каюсских девушек. Сержант, поговорите с ним. Эй, твой нож, жених. Это извилистая река. Она течет на север, потом сворачивает на запад и сливается с другой рекой. Рекой Селман? Здесь у подножия гор начинается земля Каюсов. Там они охотятся. Нет. Каюсы охотятся только до гор ветра. И доходят до берегов Петти Кайни. Очевидно, парень разбирается. Надо взять его проводником. Он справится с табуном. Лучше всех нас. Не знаю, не знаю. Поручить какому-то индейцу? Как вы считаете, Андерсон? Я думаю, стоит попытаться, сэр. Дайте ему обмундирование. Ага. Давай сюда. Лови, Чарли. Сделай мне из него человека. Все, одели, майор. Где ты спрятал оружие? Воин нашего племени не должен брать оружие, когда идет за невестой. Таков закон. Сержант. Построиться к принятию присяги. Я назначаю тебя проводником. Ясно? Становись. Равнясь. К принятию присяги. Смирно. Я клянусь, как солдат, как солдат американской армии, всегда выполнять приказы, приказы, приказы моих, моих... Безоговорочно подчиняться приказам моих офицеров. Клянусь. Разойдись. Теперь ты солдат американской армии. Ты должен подчиняться всем моим приказам за измену и расстрел. Назови себя. Как тебя зовут? Пусть это будет тайной. Я готов. По этой дороге мы должны увезти табун как можно дальше. Чей это табун? Это армейские лошади. Они принадлежат нам. Животные понимают зов только своего племени. Это верно? М-м-м. Табун проколотых носов. Я еще сегодня доведу его до реки. И так мы выступаем. Хантер давай собирайся. Быстро. Что ты о нем думаешь, Чарли? А-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ау! 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 Вперед! Как ты думаешь, что это? Возможно, это каюцы. Они могут устроить нам засаду у светлой воды. Это разведчики. Ловушки там нет. А где прошел полковник Ховард? Нет ни одного индейца. Вы не видели проводника, Рэндалл? Не видел, сэр. Нельзя доверять этому краснокожему. Ну, ну. Брукс. Да, сэр. Не хватает одного ружья. Индейец тоже исчез. Вы по-прежнему считаете, что мы поступили правильно, взяв этого индейца? Но он, честно, довел нас до реки. Возможно, он поехал узнать, где находятся каюцы. Разве вы не заметили, что нас сопровождали? Это были каюцы? И где же они? Мы все голодны, сэр. Может, краснокожий раздобудет мясо? Хантер, что с колесом? Дело не в колесе. Ось сломалась. Дальше ехать не сможем. Черт побери. ПЕСНЯ 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Кто ты? Я хотел предупредить Каюсов. Но у вас остались одни старики и дети. Ты... Ты шпион. Я тебе ничего не скажу. Ты поедешь со мной. Если тебе что-то будет непонятно, молчи, прикуси язык. Ох... Этот проклятый индеец заманил нас сюда, а сам скрылся. Сидим теперь, как в ловушке. Держу пари. Он сейчас заключает сделку с Каюсами. Мне невесту, вам табун и семь красивых американских скальпов. Добавлю. Восемь ружей, семь отличных кольтов и шестьсот патронов. И черт меня побери, если я не прав. Но ты забыл еще кое-что, Чарли. Три бутылки виски Поля и полтора фунта кофе майора. Хиггс, перестаньте болтать глупости. Сержант, почему нет часового? Сержант, я вас спрашиваю. Тихо. Вы когда-нибудь пытались подойти близко к индейским лошадям, сэр? Так вот, у нас девятьсот караульных постов. Это разведчики Каюсов. А мы сидим здесь, как мишени в укрытие, быстро! А, жених! За самовольный уход из отряда полагается смертная казнь. Я отдам тебя под трибунал и прихожу расстрелять. Ясно? Что это за девушка? Ее деревню сожгли до тла. Только она уцелела. Старики, женщины, дети все убиты. Значит, убиты. А где же воины Каюсов? Для меня это загадка. Почему их банда не нападает на нас? Ведь нас всего семеро. И ни малейшего шанса спастись от них. Я тебя спрашиваю, проводник. Куда делись Каюсы? Ты что-то скрываешь от нас? Она говорит, что воины на охоте. Мы пропали. Каюсы будут мстеть. Не хочу. Нам нужно быть на чеку. Вы видели ее, вспотевшую лошадь? Значит, он долго мчался. Я не понимаю тактику полковника. Он хочет вынудить Каюсов сражаться. Возможно. Тогда это пустой ход. Конечно. Где он нашел девушку? Вы действительно верите проводнику Брукс? Может быть, он заодно с Каюсами? Каюсы у Матиллы враждующие племена, сэр. Хорошо, если это так. Поль, дай мне глоток твоего виски. Это для девушки. Проводник хочет прижечь... Прижечь ей рану. А? Для этой бабы... ...ни капли. Эй, эй, эй! Минутку, минутку! Отдайте мне бутылку. А теперь делитесь сколько хотите. Вы с ума сошли! Я держу ее! Что ты будешь с ней делать? Она поедет со мной. Мы сможем завтра добраться до перевала Токома? Она выдержит езду. Каюсы не успокоятся, пока не отомстят. А на перевале Токома... Что на перевале Токома? Там я видел разведчиков Каюсов. Надо дойти до перевала Ками. Перевал Ками? Но это большой объезд. Мы потеряем почти день. Это далеко. Но мы должны отделаться от Каюсов... ...и поскорее покинуть их землю. Переход в таком темпе... ...настоящее безумие, лейтенант! Я согласен трястись целый день... ...только бы добраться живым до форта! Играет музыка. Бой! Дай мне ружье! Я пристрелю эту собаку! Макуин, отправляйтесь к табуну. Рэндал! Мы делаем этот проклятый объезд, чтобы избавиться от каюсов, а вы, идиот, своей дурацкой стрельбой привлекаете их внимание! Успокойся, Чарли. Я все равно отомщу ему при первой возможности. Выжди время, Чарли! Ты сейчас не в форме! Две, давай, я всегда в форме! Вы видели? На меня чуть не напали. Я думаю, это все подстроил проводник. А вас бы очень устроила моя смерть, а? Несколько слов у моей могилы, и вы берете командование на себя! Это самое узкое место. Да? Каньон совершенно непроходим. Поехали! Вперед! Ты слышал? Для тебя этот переход не будет трудным. Твой отец служил подрывником в армии. Мой? Мой нет. Я думал, твой. С чего ты взял, что он служил в армии? Мой отец был артистом в салоне Сильвер Сити. А-а-а! Значит, я не так понял. А мне казалось, что он служил в армии. Лови! Слушай, тогда мне непонятно, почему ты говоришь был? А где он сейчас? Ну да. Он был. Эй, осторожно, Хиггс! Эта штука начинает действовать! Ты с ума сошел? Не бойся, ничего не случится! Выбрось эту проклятую штуку! Бросай! Бросай! Какой же ты трус! Почему ваши разведчики проехали через каньон перед нами? Хм... Спроси это у них. Вставай! Посмотри на меня, краснокожий, чтобы запомнить, кто послал тебе смерть. Хм... Он ловил лошадь для своей прекрасной дамы и думал удрать с ней. Он хотел угнать весь табуны, сержант. Болваны! Просто его лошадь не сможет долго вести двоих. Теперь через этот каньон смогут пройти только суслики. Оставь индейца в покое, если хочешь добраться до форта. Сержант! Это вы приказали взрывать? Я не давал такого приказа. Майор тоже. Это было необходимо, сэр. Нельзя терять время. Я чувствовал, что разведчики каюсов следуют за нами по пятам. А теперь где они? Отвечайте! Через каньон они не пройдут. Им придется пробираться через перевал Токома. У нас есть два дня передышки. За это время мы придем в форт. Отлично. Твоя рана, кажется, заживает. До сих пор они не заметили знаков наших разведчиков. И не узнали, что ты из племени проколотые носы. Эти американцы слепы, как кроты. Но чем мы убьем их, всех? И ты сможешь вернуться домой. Нет. Ты хочешь отомстить за своих? Место слепляет. Мы должны обязательно пройти через перевал Токома. Только бы узнать, где полковник со своим отрядом. Иначе американцы меня схватят. Что ты здесь делаешь, Чарли? Жду Краснокожего, чтобы всадить в него пулю. Держу его в поле зрения. Спасибо, Поль. Хочешь глоточек виски? А то еще подавлюсь в сухомятку. Сержант, задание выполнено. Малыш хочет сказать, что мы с ним поработали на славу. Да. Э, сэр. Сэр, исчез проводник. Я докладывал сержанту Андерсону, что этот мерзавец однажды уже пытался удрать. Сержант не поверил мне. А я ручаюсь, что он скоро вернется. Мы еще поговорим об этом, сержант Андерсон. А сейчас немедленно найдите его. Слушаю. Рэндалл, пошли. У племени проколотые носы потеряна честь. Младший вождь Белое Перу выдает себя за воина у Матилы. И напяливает грязную форму американского солдата. Иногда хитрость лучше, чем открытая война. Вы не вступаете в бой, избегаете сражений. А при случае уходите в Канаду. Мы хотим выжить. Разве это жизнь? Умирают все. А помнить будут. Только самых храбрых. Каюсы всегда были смелыми. Не то, что воины проколотые носы. Мое племя и Каюсы всегда враждовали. Только теперь мы узнали и убедились, кто наш настоящий враг. Он сидит с двумя Каюсами в лощине за кустами. Надо взять их. Они не должны уйти. Я с удовольствием сделаю еще одну зарубку на своем прикладе. Ты хочешь провести табун через перевал Токома? Там не пройти. Мы задержим в форте этого убийцу Ховарда. Его ожидает голод. Мы окружим и уничтожим его отряд. Но в форте он найдет все необходимое. То, что он найдет, ему не понравится. Там в лесу двое белых солдат. Наверное, они ждут белое перо. Тебе это знакомо? Мы нашли его у одного из солдат. Мы думаем, что проколотые носы не забыли о кровной мести. Не забыли? Хей! Хей! Эй, эй, эй! Отвечай! 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 Каюсы все время следовали за нами. Выстрелы солдата Рэндалла указывали им путь. А в каньоне я увидел их совсем близко. Совсем близко? И ты не сказал нам об этом? Зачем ты ходил к ним? Думал, они хотят получить своих раненых. Ты имеешь в виду эту девушку? Отвечай же! Нет. А кого же? Я отпущу тебя, если скажешь, все, что узнал от Каюсов. Они знают, где находится полковник Ховард и его отряд? Отвечай. А, понимаю. Ты молчишь? В заговоре с врагом? Второй раз уходишь из отряда без разрешения, несмотря на то, что я предупреждал тебя. Из-за этого погиб солдат Чарльз Рэндалл. Судебное следствие окончено. Оглашаю приговор военного трибунала. Солдат американской армии из племени у Матилла за уход из отряда и связь с врагом приговаривается к смертной казни. Приговор немедленно привести в исполнение. Сержант Андерсон! Да, сэр. Постройте, солдат. Есть, становись. Направо. Шагом марш. Стой. Налево. Приготовься. Огонь. Поздравляю. Ваша идея устроить видимость расстрела была великолепна. Теперь он не убежит. Томми, скажи мне, пожалуйста. Ты действительно думал, что мы расстреляем индейца? Угу. Это был бы твой первый? Да. Может, хотел бы еще и скальпировать? Да ты что? Когда я взял его на мушку, мне так захотелось отправить его вслед за Чарли. Холостые патроны. Проклятый сержант. Да. Я разгадал тебя, белое перо. Почему ты не воткнешь себе волосы? Когда Хантер привел пленного у Матиллу, у меня уже тогда закралось подозрение. Я оказался прав. Ты предложил сделать большой объезд. Упорно не хотел ехать через каньон. Почему? Чтобы вернуть табун. Каюсы убили солдата Ренделла. Зачем ты снял с его груди талисман воина проколотые носы? Этим ты выдал себя. Индейцы чтут своих мертвых, даже если это грозит им смертью. Белому человеку этого не понять. Почему ты предотвратил мою смерть? С тобой нам осталось бы только пятеро. Мне нужен был человек, который бы помешал убить меня. Так вот, каньон закрыт. Теперь мы никак не сможем миновать форт Лепвей. Если я не захочу, табун не сделает ни шага. Ну и хитрец наш, сержант. Наверное, договорились идти кратчайшим путем к форту. Салмон, наконец-то. А где же здесь можно переправиться? Вниз по течению будет равнина. Тогда хорошо. Эй, проводник, что случилось? Почему ты расседлываешь коня? Лошади нуждаются в отдыхе. Я тоже. Хантер? Да, сэр. Разбудите меня, когда узнаете, где будет переправа. Слушаюсь, сэр. Каюсы опять близко? Сегодня не видел. Почему бы нам не заночевать на этой стороне? Здесь скончается земля каюсов. Слушай внимательно. Майор не верит тебе. Один раз удалось спасти тебя. В следующий будут боевые патроны. Скажи, что ты узнал от каюсов? Они сказали, что убийца их женщин и детей еще жив. А что думаешь ты? Я думаю, скалу взорвали поздно. Каюсы проскочили через каньон. Вниз по течению есть брод. Но там, может быть, засада каюсов. И нам не перейти с Салмон. Значит, табун должен перебираться здесь. Что? В плавь? После такого утомительного похода? Неизвестно, все ли умеют плавать. Лошади умеют. Сэр, подъем! О, сдаюсь, майор. Простите меня. Мы едем дальше. Хочу обрадовать, теперь дорога будет под гору. Хочу обрадовать. Брода нет? Есть. Но вероятнее всего там засада вооруженных каюсов. Это ужасно. Хантер, со мной! Что-нибудь подозрительное, лейтенант? Нет, все спокойно. Перебирайтесь на ту сторону. Я поеду последним. Майор, держитесь! Майор, держитесь. Майор, держитесь. Бакуин! Пошел! Маккуин! Отпусти поводья! Скорее! Отпусти поводья! Скорее! Скорее! Тихо! Скорее в дом! Надо было уехать еще вчера! Закрывай! Отойди! Опасность миновала, девочки! Эй! А мы думали, это кающе перешли, Салмон! Разрешите представить? Майор Беннингем, лейтенант Брукс, сержант Андерсон! Очень рад! Добро пожаловать в Сонс Паркер! А это мои дочери, Карлайн и Джейн! Майор, Табун спокоен! О, мисс, Томас Хиггс! Очень приятно! Благодарю! Да здравствует наша армия! Да здравствует! Да здравствует! Мы едем в Вайоминг! Там живут... О, благодарю! Родственники моей покойной жены! А вы знаете, это очень тяжелый путь! Не лучше ли поехать завтра с нами? Мы едем в Форт Лепвей! Соглашайтесь! Завтра будет поздно, майор! Я хочу выехать сегодня, пораньше! Моя семья... Уезжает последней! Все соседи уже давно уехали! Я задержался, потому что продавал свой скот! Скажите, а что вы думаете о каюсах? Все эти годы мы хорошо ладили с индейцами! Но... В последнее время они были чем-то встревожены! Ага! Они не хотят! Не желают жить в резервации! Хоп! Ха-ха-ха-ха! Хоп! Мы потеряли навьюченных лошадей! А Маккуин и майор чуть не утонули! Довольно! С этого момента приказываю только я! Хиггс Хантер! Связать проводника и постоянно следить за ним, пока не доберемся до форта! А там будет видно! Переведите дыхание, майор! Что-то вы сразу осмелели, сэр! Забыли, как на вас покушались в каньоне и как тонули в реке! Сделай узелки на шнурке! Как будто это известие от твоего брата! Они схватят тебя и свяжут! И ты будешь неподвижен, как камень! Почему ты не соглашаешься убить их? Я правильно поступаю! Пока нельзя их убивать! До форта! Теперь мне все понятно! Ты сильный, а сражаться не хочешь! Так я буду! Я думаю, что узелки на шнурке не понадобятся! Слушаю, сэр! Вы должны дать объяснение! Почему не передали донесение Рэндалла? Вы понимаете, что вас можно легко обвинить в его гибели? Каролайн, садись скорее! Отец, чего мы так торопимся? Садись сейчас же! Нечего нам больше здесь оставаться! Среди этих не найдешь жениха! Ну! Паркер! Через два часа начнет темнеть! Оставайтесь до утра! Послушайте меня! Благодарю, сэр! Мы должны... Это приказ! Мы должны... Майор приказал тебя арестовать! Перестань заикаться! Ты ведь его уже брал в плен! Покажи, как ты это делал! Эй, ты! Вставай! Быстро встать! А? Угу. Чего ты суешь мне эту проклятую рыбу? Ты арестован! Молодец! Сильно сказано! Я бы на его месте сразу упал на спину и дал связать себя! Угу? А ты что здесь делаешь? Веди ее сюда! Есть, сэр! Иди за мной! Вставай! Что ты там прячешь? Наши лошади! А! Этим они что-то и извещают! Я схватил ее, когда она выходила из дома и прятала эту штуку! Быстро веди ее сюда! Иди, дрянь! Ну! Не тронь ее, а то она ничего не скажет! Это посылают мне! Здесь был мой маленький брат Лис! Ну и что? О чем он извещает тебя? Моя маленькая сестра должна знать, что глаза ее брата всегда с ней? Все это означает, что фермерский дом подожгли каюсы, извещая, что они находятся совсем близко! Чепуха! Тогда бы они напали на нас! Маккуин! Хикс! Привяжите девушку к дереву так, чтобы огонь хорошо освещал ее! Быстро! Слушаюсь! Появятся каюсы, я перестреляю их! Хорошо, Андерсон! Может быть, это отпугнет каюса? Сержант Андерсон! Можете выпрямиться, сержант! Поблизости нет ни одного каюса! Удивляйтесь, что я это утверждаю! Чрезмерная бдительность нашего майора не давала мне спать! И, возможно, он был прав, что проводник посягал на нашу жизнь! Так вот, я решил проверить, что проводник делает ночью! Как видите, с тех пор он даже вильнулся! Но мы должны обязательно привезти табун в форт! Согласны со мной? Лейтенант! А? Кто стрелял? Вы? Да! Проводник нам поможет! Я бы с удовольствием посмотрел, как наш сонный майор будет удирать! Лейтенант! Сержант! Встать! В форте я отдам вас обоих под трибунал за игнорирование приказов высшего чина армии и распространение ложной информации! Кто этот проводник? Отвечайте! Разбор дел в военном трибунале ваше излюбленное занятие! На другое вы не способны! Лейтенант Брукс! Сдать оружие! С этого момента вы находитесь под арестом! Надеюсь, вы в своем уме, сэр! Что? Да как вы смеете! Сержант Андерсон! Томми, что происходит? Такое не каждый день увидишь! Полдоллара, Хантер! На кого ты ставишь? Ты доволен? Все мои идиоты попались в твои сети Кроме сержанта Он заряжен боевыми патронами Я пристрелю тебя Но только завтра, когда доставишь табун в форт Лейтенант, дайте мне оружие майора Завтра на восходе солнца Я приведу табун в форт Лейтенант Брукс Я приказал вам быть впереди Хантер, можете быть свободны Теперь я нянька майора Хантер, оставайтесь здесь До каких пор вы будете нарушать субординацию, лейтенант? Мне наплевать на ваши дурацкие приказы Ничего, в форте вас ждет трибунал Там вы ответите за все Вперед, черт побери! Что там происходит? Вчера состязались в боксе Сегодня в верховой езде А завтра будут обниматься После стаканчика виски Майор! Радуйтесь, майор мертв Вы отделались от него, лейтенант Но я доложу об этом форте Это вы убили его! Вы! Я это видел! Вы убийца! Вы с ума сошли! Это несчастный случай! Ничего подобного! Убийство! Я буду свидетелем! Хантер! Немедленно вернитесь! Я приказываю! Ты не хочешь скрыться, пока не поздно? Табун для тебя потерян На что ты надеешься? Кажется, дым Это дым со стороны форта Каюсы где-то близко Почему они не нападают? Чего они ждут, черт побери? Слышите, сэр? Кажется, у нас еще есть шанс выжить Вы слышите? С юга-востока Кто же это? Может быть, это генерал Гибер? Поэтому каюсы молчат Еще рано радоваться Это было бы большой удачей Сэр, табун проколотых носов доставлен Что здесь произошло? Наш отряд разбит Мы хотели получить помощь И вот что нашли Проклятые каюсы преследовали меня До этих мест Теперь мы В ловушке Обидно Это форт Лэп-Вейв, сержант Был форт Лэп-Вейв Вперед Был форт Лэп-Вейв Был форт Лэп-Вейв Молодец, сержант С горсткой солдат Пригнать табун А где же майор Беннингем? У нас был хороший проводник, сэр Эй, ты, иди сюда Смотри, это тот человек Был форт Лэп-Вейв Сними шляпу. Вы знаете, кто перед вами? Он пригнал свой табун. Расстрелять. А ты убийца моего племени. Это тебе дорого обойдется. Каюзный! Все по местам! Огонь! Огонь! Останавливайся! Остановись! Собака! Краснохожий, я приколочу тебя! Останавливайся! Не стреляйте бесцельно! Экономьте патроны! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok